Привет, ты на канале о бизнесе! Сегодня мы рассмотрим три станка, с помощью которых ты можешь открыть небольшое домашнее производство. В этом видео ты узнаешь о том, насколько рентабельно производить хлопковые перчатки, как превратить 3D-принтер из простой игрушки в производственное оборудование и как можно зарабатывать на вакуумно-формовочном станке. Небольшое производство на дому часто превращается в крупный проект, который становится причиной финансовой независимости предпринимателя. Не теряй свой шанс стать успешным, если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит Ютуб-канал, увидеть примеры инвестирования и первым узнавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Вакуумно-формовочные станки Для того, чтобы производить крупные изделия из пластика на дому, тебе необходимо обратить внимание на вакуумно-формовочный станок. Это автоматизированное оборудование, которое позволяет применять различные формы и изготавливать практически любую продукцию. Вложение в бизнес Стоимость формовочного станка 312 тысяч рублей. Это большая сумма, но он является универсальным решением. Это оборудование позволяет создавать большой ассортимент интересных покупателю товаров. Ты можешь использовать различные формы, изготавливать уникальные товары, принимать индивидуальные заказы от своего клиента. Окупаемость такого бизнеса от 8 месяцев, но в результате прибыль будет большой. Главное выбрать актуальный товар, которым заинтересуются покупатели. Что можно производить? Выбор здесь действительно большой. Используя автоматический вакуумно-формовочный станок, ты сможешь производить различные детали к автомобилям, такие как бамперы, подкрылки, декоративные накладки, элементы салона и т.д. Этот товар всегда востребован и может стать основой твоей деятельности. Себестоимость бампера будет в 3-4 раза ниже, чем стоимость его продажи. Также ты сможешь производить формы для отливки тротуарной плитки, манекены для магазинов одежды и выставок, пластиковую тару для упаковки товаров, оригинальные рекламные вывески и даже практичную садовую мебель из пластика. На самом деле ассортимент производимой продукции может быть бесконечным. Все, что ты придумаешь, можно будет изготовить. Как реализовать готовый товар? Здесь все зависит от того, какой товар ты будешь производить. Если речь идет о кузовных деталях автомобиля, то лучше всего сотрудничать с местными автосервисами. Где такой товар востребован и куда приходит твой целевой покупатель? Если ты собираешься производить манекены, то товар очень хорошо будет расходиться среди магазинов одежды твоего города. Ведь это то, что сложно купить на рынке в готовом виде. Рекламные вывески можно будет продавать через агентства, которые эти вывески разрабатывают и продают своим клиентам. Заключай партнерские отношения с другими предпринимателями. Это обеспечит тебе стабильную прибыль. Не стоит забывать и о том, что данный товар будет пользоваться спросом на маркетплейсах. На таких торговых площадках, как Wildberries и Ozone, ты сможешь создавать интересные предложения для потенциального клиента. Предлагай не только готовую продукцию, но и производи товары под индивидуальный заказ. Качественный товар можно будет легко продать. Если ты будешь применять оригинальный подход к производству и создавать уникальные товары, то это только увеличит прибыльность проекта. 3D-принтеры с большой областью печати Сама идея 3D-печати уже является готовым делом для твоей предпринимательской деятельности. Если еще 5 лет назад принтеры такого типа вызывали удивление, то сегодня это простая технология, доступная каждому. Ты можешь вложить небольшие деньги, купить хороший 3D-принтер с большой областью печати, после чего производить востребованный товар для покупателя. Первоначальные вложения Стоимость нужного тебе принтера от 27 до 32 тысяч рублей. Это профессиональное оборудование с высокой точностью печати и большой рабочей поверхностью. В комплекте с таким оборудованием идет первоначальный набор для работы, но лучше сразу заказать у производителя подходящий пластик. Пластик здесь является расходным материалом. Чем больше ты производишь интересных товаров, тем быстрее он заканчивается. Одна бухта пластика определенного цвета обойдется в 700 рублей. Вложи около 7 тысяч рублей на покупку расходного материала, чтобы организовать непрерывное производство на дому. В целом, чтобы начать данный бизнес, тебе необходимо иметь на руках от 35 до 40 тысяч рублей. Какой товар производить? Это очень важный момент организации бизнеса. Важно не только купить сам станок и научиться им пользоваться, но и создавать с его помощью интересные покупателю товары. На этом оборудовании можно производить бижутерию, оригинальные чехлы для смартфонов, фигурки людей на заказ, стильные и практичные подстаканники, некоторые пластиковые инструменты и механизмы, пластиковую посуду. Сам по себе 3D-принтер не ограничивает тебя в творчестве. Можно продавать все, что угодно, делая товар привлекательным для потенциального покупателя. Как реализовать готовый товар? Прежде всего, обрати внимание на социальные сети, ведь именно здесь легче всего организовать рекламную кампанию, ориентированную на молодое и платежеспособное поколение. Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук – все эти социальные сети могут стать твоей идеальной торговой площадкой. Создай страницу, наполни ее оригинальными фото своей продукции, оплати таргетированную рекламу и ожидай поступления первых заказов. Чем оригинальнее изделие, тем больше внимания оно привлекает. Помимо социальных сетей, следует рассматривать маркетплейсы – Авито, Юла и подобные. Здесь также есть целевая аудитория, а товар можно продвигать через рекламные объявления. Также ты можешь продавать товары через партнеров. Например, поставлять оригинальную посуду и подставки для стаканов в кафе. Качество товара высокое, не нужно ждать доставку, можно персонализировать продукцию под свой бизнес. Это выгодно твоему партнеру. Окупаемость и прибыль Окупаемость данного бизнеса произойдет уже в первый месяц работы. Наценка на одном изделии достигает 250-400%, в зависимости от его сложности и оригинальности. Уже в первый месяц можно будет выйти на прибыль около 50 тысяч рублей, а далее доходы будут только возрастать. Перчаточная вязальная машина Перчатки всегда были и будут востребованным товаром. Простые рабочие перчатки можно смело назвать расходным материалом. Их необходимо приобретать снова и снова. Именно поэтому есть смысл в том, чтобы на дому организовать небольшое производство такой продукции. Сделать это ты сможешь с помощью полностью автоматического станка. Всю работу делает оборудование, но тебе необходимо ответственно подойти к выбору ассортимента и реализации готовой продукции. Первоначальные вложения Для того, чтобы организовать такой бизнес, тебе нужно купить саму вязальную машину. Автоматическая перчаточно-вязальная машина продается по цене 267 тысяч рублей. Для начинающего предпринимателя эта сумма может показаться большой, но все быстро окупится. Ты должен понимать, что ты получаешь в свое распоряжение полностью готовую производственную линию. Необходимо только пополнять расходные материалы в виде нитей из хлопка, а вся работа будет выполняться автоматически. Сложный механизм будет работать без остановки, чтобы у тебя было достаточно товара для эффективной торговли. Окупаемость бизнеса происходит в течение полугода, что говорит о хороших перспективах для тебя в будущем. Что производить? На таком оборудовании ты будешь производить только один товар – перчатки. Это могут быть как стильные перчатки из хлопка для согревания рук в зимний период, так и рабочие перчатки, которые пользуются спросом круглогодично. Особенное внимание следует уделить рабочим перчаткам. Они производятся из дешевых нитей, но при этом пользуются очень большим спросом на рынке. Сами перчатки являются дешевым и доступным массовому потребителю товаром, но ты сможешь на каждой единице очень хорошо зарабатывать. Перед зимой можно наладить производство хлопковых перчаток из более качественного материала. Сезонный товар также может принести тебе неплохие заработки. Как реализовать готовую продукцию? Прежде всего, ты должен обратить внимание на оптовые магазины и склады своего региона. Торговля такой продукцией через партнеров может принести хорошую прибыль. Здесь все просто. Ты заключаешь договора на поставку большого ассортимента товара в оптовый магазин или на склад партнера, а он уже распродает этот товар розничным торговцам. Так как рабочие перчатки продаются очень хорошо и актуальны в любое время, ты сможешь наладить непрерывный производственный процесс. Для того, чтобы охватить как можно больше потенциальных клиентов, можно выставить продукцию на маркетплейсах. Продавать перчатки через Wildberries и Ozone можно с максимальной наценкой, при этом покупателя найти будет легко. Помни о том, что у тебя есть конкуренция. Она исходит как от отечественных производителей, так и от китайского рынка. Предлагай партнерам оптимальную цену, рекламируй свой товар на маркетплейсах, постоянно работай над совершенствованием продукта. А на этом все, смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!